девочки и мальчики всем привет делаю свой второй кофе потому что первый кофе я всегда выпиваю сразу после того как просыпаюсь первый кофе быстренько выпила потом просыпаются мои собаки знаете так втихую на кухне почти не шевелюсь от ними не услышали я уже не сплю но они все равно сразу прибегает я только успеваю допивать свой второй куб первый кофе и мы идем потом гулять потом я привожу себя в порядок и затем я наливаю себе второй кофе знаете что буду сегодня завтракать часом покажу кстати я это купила в лиддле потому что у нас сейчас открыли лидал и валди я уже давно давно не было мне больше всего нравится лидов и в ауди я тоже нашла вот эти вот хава попс только не веган только они не бил те которые в audi да они были вам он бил я не помню сколько стоили в ауди вот эти вот хава попс девочки кто помнит сколько они стоили короче в лиддле они стоят по моему ойра 75 но если я не ошибаюсь на вкус я скажу то же самое что био что не белая не знаю и те вкусные идеи эти вкусные мне и те и те нравятся разницы я в принципе никакой не почувствовал так дима ложечка мне же нужно помешать мой кофе сейчас еще одну ложечку съем пенки мне две тоже пенки очень много затем убрала ложечку из кружки буду пить так девчонки чем буду сегодня заниматься мне немножко нужно поработать я получила кстати пару заказов на сапожки ну как раз чтобы успеть до 6 декабря сделать как раз у меня еще время ну как раз нормально что еще вам рассказать о девочке вчера сабрина уже вчера был понедельник да она в школе была я же говорила да что она уже практически выздоровела все равно ночью немножко подкашливает кашель так за одну неделю не пройдет и она вечером она была уже на работе с 5 до 7 работает на я уже говорила в школе для вождения паршуля потом что-то в бюро помогает звонит мне насколько это было она даже не позвонила прислала мне голосовое сообщение это было наверно минут пять минут пять восьмого и такое сообщение и улита компания к сразу сказать это какой-то уже мама меня здесь как припарковали короче и так зажали с двух сторон она не смогла выехать мама что мне делать я вас обрету чё прям никак не она нет я никак не могу выехать с обоих сторон все так близко подъехали я не канады ягод никак не могу выехать я вас обрена но и она уже 7 часов на улице да вы же знаете у нас же темно при темно я говорю сабрина звони полица и она вода тоже еще полица буду звать я буду так и звони говори может быть скажешь номер машины они тебе ну может они сами позвонят или пусть приезжают ну короче говоря я говорю звони полица в полицию она позвонила я через минут пять опять я ее набираю теперь уже я не звоню гон ученым я позвонила жду полицию когда привет сказали сейчас придет вот за что я не люблю большие города девочки мы когда сабринкой были в манхаме да когда вот вдвоем и вот когда мы воскресенье соревнований возвращались а это бывало например ну часа в два или три ночи и ты рад хоть куда поставить машину даже на какую-нибудь цветочную клубу но там тоже все звали иногда так ездишь а я смотрю сабрина уже засыпну она успит машине в это время спала в машине в это время да например уже и я думаю я и уже около дома высаживала у сабрина все идти домой ложись спать я сейчас где-нибудь найду призывайте в три часа ночи я бы сейчас где-нибудь найду куда эту машину приткнуть а у нас еще на тот момент положит это пижон уже такая группа это было с ним вообще с большими машинами вообще неудобно ездить больших городах и ты тогда хочешь то хотя хоть на луне и и припарковать уже знаешь стопроцентно что получишь штраф уже на все согласен даже слава богу тогда были не такие большие штрафы как сейчас они на придумывали да это ужас какой же сейчас штраф за неправильную парковку раньше мне штраф приходил 10-15 айрам максимально но за неправильную парковку а теперь какие штрафы это же катастрофа ну и короче говоря сабрина ну все я жду полица я гнула дожди полицая в общем полицая приехал наверно ну минут через сорок не раньше потому что я и сказала сабрин ты мне если чё девчонки у сабринка она такая она мне пишет на каждом своем шаге да но с другой стороны да можно было бы что-то например и не писать ну я например по себе знаю да ну ладно у нас не было телефонов и все такое да невозможно было там родителям контролировать каждый наш шаг но я действительно знаю что сабрина делает каждый свой шаг я знаю тут она в школе она вышла она приехала в школу на машине она припарковала машину она мне присылает фотографию можно так стоять можно здесь стоять якум можно так стоять все так и затем она в школе мне еще 550 раз напишет затем она котел уроки закончились я вышла из школы я еду домой мам все я дома кстати туалет и починили до вчера туалет и починили она его спрашивает на этого монтёра я я расскажу дать чем все это закончилось но в принципе чем закончилась приехал полицай естественно набрали номер машины посмотрели где живет этот владелец по адресу сообщили ему чтоб мы сказали ему чтоб он убрал машину сабрина выехала просто от того что сабрина могла дома быть уже например по 8 она приехала домой уже около 9 часов я в сабрина теперь во первых темно да я переживаю и там тоже ей нужно было место искать я в усам ли она едет я я и позвонила в это время ну у нее там такая шпреха надо я не знаю как свободные уши называется по-русски я не знаю как это назвать правильно и не надо брать телефон в руки например чтобы мне ответить да у нее все это на руле она может всем этим управлять она ведь мам я уже приехала сейчас я припаркуюсь и пойду домой я вот и у тебя там еще наверно не место ничего нет чтобы найти где припаркаться на год нет я уже увидела и сейчас припаркует как у сабрина как будешь в квартире уже непосредственно в парке пиши мне что ты дома ну чтоб я успокоилась потому что я же не переживаю ну как любая мама переживали своего ребенка я тоже переживаю тем более ночью одна большой город где неизвестно где припарковала машину потом неизвестно откуда идет в общем короче говоря вот так вот и который вот человек приходил ей сантехник делать ей туалет у ней там где-то когда она нажимала на вот эту вот кнопку спусковую не кнопка у нее такой рычаг у нее там вода вода по всей стороны теперь это отремонтировали а у нее вода плохо уходит в унитазе она ему говорит она показывала это арендатору квартиры до хозяина и почему бы и тут вода проходят он дадим нет я здесь не вижу что здесь вода плоха ход а вода правда я когда последний раз у нее была его чуть эта вода плохо ухожüss толица она как-то ему показала говорить но этому хозяину он сказал что он не видит ничего такого плохого что все там нормально вода ухожа я бы но не знаю блин я бы сказал что туда ненормально уходит короче говоря она показала этому сантехнику он сказал что туалет забитый его нужно как-то чистить я голоса блин а мучай нервирует арендодателя я бы нервируем нервирует чем больше ты будешь его нервировать тем быстрее он тебе тут все отремонтирует она тогда все я ему уже тоже опять написала о это ужас какой-то я добиваю кофе иду работать сегодня у меня не будет показать что я работаю но обыкновенная буду пару памперсов вышивать один правда на греческом языке будет я уже показывала одну партию которую я делала как-то на греческом языке мне кажется я показывала и поэтому он не буду памперс показывать не буду учетом они они все одинаковые но практически все что еще не знаю на обед на обед свечи нужно что-нибудь придумать потому что володя вчера все доел что мы привезли свой с дня рождения то что нам дали мы вчера так вкусно покушали еще как будто бы еще раз на дне рождения побывали все такое вкусненькое плохо доели салатики доели ночью отлично поэтому у меня вчера было немножко времени и я немножко позанималась таким знаете иногда хочется что-то сделать не не то что вот работа ту которую нужно а иногда хочется вот как будто я вчера да мне так хотелось это поэкспериментировать ночью что-то новенькое взят кстати у меня есть еще я наверное сегодня вечером карина купила специально выкройку вот если вчера для вот этого сапожка но я сама рисовала вот эту вот выкройку то что я хочу еще делал помните я тогда ездила в магазин нам надо было что-то за мне надо было кое-что купить я вам это не показывала потому что я специально не показывала потому что ну хочу сначала сделать посмотреть как у меня получится но может быть потом если кто-то захочет но покажу вам процесс или как не знаю но это просто не очень быстро ну это тоже на любителя если кто любит заниматься там какими подделками или что-нибудь такое кстати уже нужно скоро делать это да кранец но этот веночек с четырьмя свечками скоро же адвент уже и печеньки надо пить девочки скоро печеньки надо будет петь на 1 адвент же обычно печеньки все в германии это прям такая традиция я знаю что когда и ног я помню когда особенно я здесь обширь крепенье ой меня опять понесу я когда камеру включаю я забываю смотреть на время я могу говорить говорить и говорить быстренько что на рождество всегда же немцы очень хорошие подарки дарит прям очень хорошие и всегда подарки такие щедрые ну а я я же не могу ничего такого щедрого подарить и поэтому ну а ним это и не надо но мне все равно когда я от кого-то что-то получала раньше мне всегда хочется сделать такой знак внимания и я тогда что-нибудь делала всегда ну как что-нибудь я делал я всегда на рождество пекла в принципе печеньки и делала потом такую большую тарелку иногда у меня было что но тогда еще карина меня помогала собринка тогда еще маленькая была у карины как каринка она была такая же как сабрина и карине тоже хотелось очень много она какие-то конфетки делала трюфельки дело печеньки кстати она и какие-то делала очень вкусно надо кстати есть сказать пусть она или рецепт даст или сделает с фисташками знаете такие печенье там мармелад нужен и фисташки чем они даже такие эстетично так красиво когда так у красный мармелад и зеленые фисташки знаете наверху оформление обалденно а какие они вкусные чем надо у каринки спросили от 30 мне кажется я в том году но в том году по моему она такие не делала в общем я не помню я всегда делаю я я хотел сказать что и у меня сказал карина вдвоем делали эти печеньки у нас было такое плата я собирал у меня две бабульки было такие которым которым я ходила с подарками мне там было по 18 по 15 сортов всяких разных печенье но сейчас я уже столько не не то были конфетки и печеньки но которые все сама я делала ну не то ни одна я с карина вместе мы делаем скоро будем делать девочки еще кранец надо сделать еще я бы это хочу то что я хочу еще нужно сделать печеньки это все нужно будет нам успеть дорожество все сделать но я думаю что на первой очереди у нас будет стоять кранец потому что уже скоро будет у нас 1 1 декабря так ладно пошла я девчонки работать течение дня будем с вами встречаться что на обед сделаю себе еще не знаю но я точно что-нибудь себе такое по-быстренькому девочки у меня сегодня вот такой вот обед я когда жарю себе яйца я и жарю в принципе очень редко но я всегда поджариваю вот так вот хлебушек люблю просто вот яичницу но я прям все вместе это делаю вложу прям кусочек хлеба на сковородку и сразу яйца и хлеб потом просто еще один раз переворачиваю нашим короче вот так всем кто сейчас кушать приятного аппетита я поработала я по быстренькому на почту оставила у саврины свой поток и мне теперь так неудобно потому что я сильно не люблю когда толстые шарфы но платок свой так как оставила у сабрины а горло нужно чтобы было закрыто но я сейчас быстренько на почту я даже телефон брать с собой не буду что по-быстрому туда-обратно и все где мой другой шаг его наверно в машине оставила мне потому что этот не очень подходит куртки сейчас быстренько и встретимся потом с вами счет девочки мальчики получила посылочку от без секрет сейчас посмотрим что они мне там ну вернее я знаю конечно что просто я не знаю ой что-то я лишний оторвал а то вдруг придется что-нибудь отправить назад просто я не знаю насколько это мне все подойдет такое платьишко в туниках сейчас я я сначала вам покажу да а потом если что сделаем такую примерочку я так думаю так дома ходить но или знаете так на лето просто сейчас все там в этих в уцепках вот это по-моему не то 14 не то 16 вырастает я потом посмотрю длинный рукавчик такой на резиночке ладно это мы потом примерим . солнышко у тебя отсюда затем я тебе заказала вот такую вот белую платье рубашку она тоже была что-то недорогое но до 20 долларов вообще я люблю этот каталог смотрите вот такая вот платье рубашка на лето вообще идеально да с леггинсами все как я люблю очень ладно потом сделаем примерочку так что это за карточку такая еще я заказала одно платье это платье было подороже я не помню точно сколько оно стоит это платье по моему от кома да и она была такой немножечко подороже тоже не помню не то 40 но не то 39 уровень это 49 но я его потом померю тоже так сейчас мы тут разберемся где перед как и за но чем я не знаю как это платье будет я в принципе да я в принципе не люблю чтобы тут резинка я сейчас только заметила но может быть под какой-то ремень короче понятно буду делать пример очку буду советоваться с вами как пойдет оставлять или не оставлять нужно еще цены начали посмотреть чтобы вам про пенсию рассказать все ладно сейчас пример очку сделаем девочки на фоне камина девочки смотрите короче говоря вот это платье что-то мне как-то не очень нравится я вообще не люблю когда вот тут она резинки и когда заказывала если честно сказать то не видела смотрите в зале в общем как вам девчонки смотрите какие здесь рукава так она все нормально свободно и да нигде ничего не давит везде такое ну принципе удобно и я бы сказал но если бы не вот эта резинка или здесь нужно затягивать каким-то поясом или ремнем но я посмотрела время блин со время все увезла из дома и своего чужой я у меня в принципе ну но у меня в принципе нету много ремней у меня только был один ночью короче говорят я его не нашла но и сабрина его точно вряд ли взяла но я хотела сабрин какой-нибудь зябер короче мне не получилось оказалось показалось сабрина все оказывается увезла но или я плохо поискал очень начнут этого платья девочки жду ваши комментарии сейчас будем одевать следующие девочки следующий балахончик цвет смотрите какой но она была дешевая говорю она по моему ора 14 стоил но я вам скажу она не сильно очень удобно потому что вот эти вот рукава они как-то вот они широкие а здесь какие-то швы такие наверное более таких грубые или какие не знаю даже как правильно сказать в общем они как-то ну мешают час я отойду подальше в принципе так то вроде бы как не знаю в зеркало не смотрелось вы первые смотрите девчонки цены я все напишу не я что-то в нем как это как баба грунт и цены я вам напишу когда видео буду монтировать потому что я точно цены не помню ну смотрите такой широкий 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 рукав ну такая разлеталечка но в принципе в ней жарко но не должно быть наверное хотя это такой материал ну какой-то полиэстер я не знаю это не хлопок ночью я не знаю девочки чертая тоже как-то не совсем от того что она дешевая но я как-то не совсем уверена что я его буду носить девчонки буду ждать ваши комментарии чет меня такое впечатление что вы все напишите отсылай обратно девочки следующая платьишко короче рукавчики но короче говоря это узковатые скажем так нет ни рукава узковатые а вот тут вот эти где пуговка пуговочка там как-то но если застегнута короче говоря давит немножко если расстегнуть то нормально но смотрите вот это вот такое платье но на лето конечно не сейчас ночью я тоже буду ждать ваших но сюда надо другой это да вы меня поняли я просто дам по-домашнему да не переодевалась полностью все короче говоря буду ждать ваших комментариев что-то сказать чтобы мне прямо что-то что-то ну как сильно понравилось я так не скажу так что девчонки буду ждать ваших комментариев а то мне заврина уже пишет мама ты же посылку там получила как тебе платье подошли я буду подожди примеряла сейчас примеряю еще потом подожду ваши комментарии что вы мне напишите девочки не нужно тут разобрать машину мою посудомоечную машину поэтому я буду разбирать и хочу еще ответить на один комментарий меня спросили про то как я решила как я решила открыть своя канал ну или почему я решила открыть свой канал чем какой такой комментарий мне был этот услугу не помню в как кто меня на это подтолкнул сабрина конечно сабрина открыла ковам и какая говорила сабрина давай снимаю что ты не снимаешь, ты уже там давно видео не сняла, у тебя уже там день, два, три прошло, давай что-нибудь сними. Она мне потом сказала, мама, у меня школа, Сабринка, по-моему, была как раз в 10 классе в реальшуле, и она как раз у нее все экзамены и все такое, да, она должна была все контрольные писать, в общем, короче говоря, как у нас раньше, были государственные экзамены, но это практически то же самое. А я ей, Сабринина, давай снимай, ты же уже получила, у тебя время осталось, она там отдыхает, а я на нее налегаю, типа, давай что-нибудь сними. Она говорит, мам, тебе надо, иди сними сама что-нибудь себе. Ну и после этого, наверное, прошло, ну, наверное, года полтора, прежде чем я решила открыть свой канал. И сейчас уже мне пришел такой комментарий, посоветуйте, как развить канал. девочки, это тяжело, очень тяжело. Я даже не знаю, как развить канал. Это, по идее, очень нужно много работать, нужно видео очень часто выкладывать, нужно пытаться чем-то заинтересовать людей. И я скажу, что такое, например, видео, которые люди выкладывают по 2-3 минуты. мне, например, вот лично мне такие видео, ну, скажем так, ну, неинтересно. Я даже не люблю смотреть рецепты, которые идут 1-2 минуты, потому что я люблю смотреть такой процесс, да, чтобы увидеть то, что не сказал хозяин канала. потому что у каждого где-то, ну, у меня нет такого, да, ну, вот эти вот все кулинарные каналы, я просто как-то помню, я смотрела, я смотрела один тортик, меня прям очень заинтересовало, но не то, что такой тортик с таким красивым украшением, да, как Надюша, например, делает, нет. А обыкновенный такой торт, ну, без всяких украшений, там был слой бисквита, по-моему, потом какой-то ягодный слой и верхняя какая-то такая муссовая заливка. Когда хозяин канала, я даже сейчас не помню, как этот канал называется, когда он этот торт сделал, когда он стал заливать, что-то он там намешал, я сейчас даже не скажу, что сливки, сметану, и когда он стал это все заливать, я думаю, интересно, как это у него все это застынет. Он не положил ни желатин, ни агар-агара, ничего. Я думаю, дай-ка, ну, я это заметила, думаю, как это он так, и потом он разрезает, и такой шикарный торт у него получился, прям загляденье, и просмотров там, я не знаю, чуть ли не миллион, но я же залезла в комментарии, я же вредная, мне же надо все посмотреть. Смотрю, девчонки пишут, что сделала тортик, испортила только продукты, ну, рецепт тоже есть, я посмотрела, в рецепте тоже нет, никакого ни желатина, ни агар-агара, ну, что могло бы способствовать, ни крахмала, никакого, что могло способствовать, ну, чтобы это железо застыло. И девочки пишут, не делайте этот рецепт, это рецепт неправильный, я только испортила продукты. Вторая пишет, здесь, скорее всего, нужен какой-то или крахмал, или желатин в эту, и в ягодную начинку, и в эту, в этот молочное суфле, или сметанное суфле, что-то там такое было белое, я уже не помню. Вы все понимаете? Поэтому я вот эти вот минутные такие рецептики не очень сильно люблю. Ну, и как я сказала, я люблю досконально, где-то что-то подглядеть. я даже смотрю, кто как перемешивает крем. И для себя я тоже беру, потому что, когда человек, я же говорила, что я, например, свои тортики делаю, ну, я не знаю, 3-4 тортика в год, чуть не сказала, потому что я всегда смотрю такие тонкости, которые, которые, например, если ты сам это часто делаешь, ты даже не замечаешь, ты даже не знаешь, что ты даже не думаешь, что об этом нужно сказать. Не то, что ты это скрываешь, а ты просто-напросто даже не думаешь, что вот это можно было бы сказать, и человеку бы это помогло. А я всегда так, я смотрю всегда на такие нюансы, потому что я же тоже учусь. Ладно, девчонки, все, жду ваших комментариев насчет моих плачушек, а то сейчас опять наболтаю видео опять длинное получится, все равно мало кто смотрит видео до конца, но я по статистике это вижу просто-напросто. И все, короче, буду на этом заканчивать, сейчас уберу шпильмашину, ну и пойду монтировать вам видео, и Володе еще нужно будет на ужин что-нибудь приготовить. Я ему, наверное, куриные ляшечки поджарю сегодня. Вот, ладно, девочки, мальчики, всем, кому со мной интересно, оставайтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ну и всем пока-пока.